Праздник к нам приходит, а к нему прилагаются мандарины, подарки и фейерверки. С последним пунктом следует быть осторожными. В декабре в стране разрешили продажу пиротехники. В рамках акции «Безопасный Новый год» сотрудники МЧС посещают специализированные магазины и общаются с продавцами. Первый в списке – объект на социалистической. Детям не продаем, до 16 лет не продаем. Паспорт, паспорт. Если сомневаемся, то паспорт требуем, да, обязательно. Пиротехника в сейфе, образцы за стеклом. К каждой покупке прилагается инструкция на русском языке. Спасатели проявляют внимание и к покупателям. Девочка обещает быть пастушной и аккуратно запускать фейерверк. Честно. Девочка в конфетке. Покупать пиротехнику нужно только в специализированных магазинах. Кроме цены и упаковки, смотреть стоит и на радиус опасной зоны. Мощные фейерверки предназначены исключительно для улицы. Это батареи салютов, китайские фонарики и петарды. Есть товар, который можно использовать в помещении – холодные фонтаны и хлопушки. Покупая бенгальские огни, обратите внимание на срок годности и целостность упаковки. На свечах не должно быть ржавчины и сколов. Такой осмотр займет всего пару минут, но поможет избежать испорченного настроения. Дайте мне две упаковки. Отправляемся дальше. Магазин на центральном рынке. Маленький уголок, но все здесь тоже под контролем. Помимо инструкции, каждому покупателю наглядно объясняют, как безопасно запустить пиротехнику. Ничего не распечатываем. Фитилек находится здесь. Отрываем. Фитиль подожгли. 15 секунд есть. Спокойно отойти и смотреть на красоту. Как всегда, особое внимание к детям. Для них фейерверки – красочная игрушка. Не раз с шалой заканчивалась печальными последствиями. Родитель должен как можно максимально отгородить ребенка, где бы это ни происходило, запуск салюта, фейерверка и так далее. Ну и плюс ко всему напоминать ребенку, что это опасно. Баловство с петардами, баловство с фейерверками и даже с бенгальскими огнями – это опасно. Хранить пиротехнику до запуска нужно в сухом и темном месте, подальше от отопительных приборов, детей и домашних животных. Разбирать ее тоже строго запрещено. Пусть от Нового года останутся только приятные воспоминания. Карина Гуревич, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.